Привет! Меня зовут Татьяна Плотникова, я являюсь дизайнером интерьеров, работаю в студии Геометриум, также работаю на себя, там беру определенные проекты. Своему образованию совсем не дизайнер, то есть у меня образование математико-системный программист первое. И потом, когда я поработала вот в этой сфере математико-системный программист, я поняла, что это вообще не мое. Я начала себя искать, на самом деле я пошла на курсы колу-шат по дизайну интерьера, тогда я еще не знала, я хотела просто попробовать, мое это или не мое. Я пошла, отучилась там год, поняла, что получила только теоретические знания, и там познакомилась с Павлом Герасимовым, если кто не знает, то это арт-директор студии Геометриум. Там мне Паша уже рассказал о Станиславе Орехове. Тогда я там пошла на, в то еще, в школе шат на курсы по визуализации, и услышала о Стасе, я прошла семидневный курс, вот этот вот бесплатный, и когда я его прошла, ну там за три, по-моему, дня его прошла, потому что мне нужно было понять, сколько, ну, что вообще это такое. И тогда я уже поняла, что то, что нам дают, это вообще просто какой-то полный трэш. Вот там ни Верея, ничего, там нас учат просто нажимать на кнопочки, и все. А тут я за три дня, у меня получилась комната, собственно говоря, я оттуда сразу свалила, и стала проходить обучение вот по дизайну интерьера, но так как мне нужно было сдавать диплом, я сначала прошла визуализацию, сдала там диплом в той школе, и потом стала этот курс проходить. Но так как мы с Пашей вместе проходили одну и ту же систему, Паше уже не нужно было там меня что-то обучать, объяснять, и он мне стал потихоньку что-то там, ну, давать. Первое, это было техническое задание, нужно было прийти к клиенту, и по системе Стаса нужно было его интервьюировать. Я помню, я просто с такими трясущимися руками ехала первый раз к этому клиенту. Я на домофон вот так вот нажимала кнопку, но я ехала. В общем, я зашла туда, 10 минут у меня было такое определенное волнение, но прошло 10 минут, я поняла, что они очень доброжелательные люди, мы 7 часов интервьюировались, общались, общались, общались. Я записала очень подробно там ТЗ, все, и меня позвали только на ТЗ, но на этом проекте я еще делала визуализацию, то есть как бы, ну, частично я не делала еще тогда проект дизайн, я подрабатывала визуализатором там у некоторых дизайнеров. У меня хорошо получалось ТЗ, планировочное решение, эскизы, то есть я любила вот эти объемы, все, ну, мне это нравилось. Вот, а с цветом у меня, ну, некие проблемы были, и я вот первый проект делала, я даже, я понимаю, что что-то как бы не то, но ребята там меня направляли вот с этим первым проектом. Он получился, ну, в итоге как бы так, как это совместное было, творчество, получилось хорошо, и рабочку, я делала первую в своей жизни рабочку, но я же решила там опыт этот все получить, пройти, скачала шаблон у Стаса. Мне, я даже помню, мне Леша сказал, Леша тоже из геометриум, этот директор, вот, и он мне сказал, возьми, говорит, на нашей девочке у чертежницы, возьми шаблон, я взяла у нее шаблон, и у Стаса шаблон. Я поняла, что у Стаса все по слоям, я тогда астакада не знала, я просто делала, все по слоям, все логично, все понятно, а у девочки, у нашей все отдельно, я говорю, не, ну, думаю, это вообще не мое, как бы мне, ну, непонятно будет, если я буду включать слои, то вообще. И, короче, сделала рабочку, и как бы все сделала, на самом деле, совершенно недавно, вот спустя уже три года работы я узнала, что ребята на, то ли на стажировке, то-то где-то, короче, они рассказывали про чертежи, рассказали про меня, я сейчас, может быть, похвастаюсь, но рассказали, что, говорит, Тане, когда дали рабочку, взяли вот этот вот проект рабочий, мы, говорит, посмотрели, говорит, и охренели, мы, говорит, с Лешей плевали в сторонке, ну, нервно, что, типа, рабочку круче в сто раз, чем они сами делали, вот, поэтому, и, типа, даже проверять не стали вообще ничего, вот, и я так, ну, такая, вообще, ну, ладно, ну, мне приятно, и так, вот, я вела несколько проектов, то есть, как бы, вот у нас проект Филиград, он попал в Эли Декорейшн, напечатали его недавно, и прям наша гордость, мы прям гордимся этим. Сейчас вот все вот это развивается, как бы, сейчас я ведущим дизайнером являюсь, и параллельно там еще какие-то свои проекты веду. Я очень люблю стройку, люблю реализацию проектов, чтобы все получалось так, как у нас на картинке, и люблю вот эти, залезать во все вот эти технические моменты, где там что не так, решать вот эти постоянно возникающиеся вопросы на стройке, просто их масса, масса чего-то не так происходит, кто-то подвел, кто-то что-то сделал, в общем, ну, я вот это люблю, мне это нравится, я люблю стройку, я даже люблю больше, чем вот это, создание всего интерьера. Ну, если касаемо, например, именно создания проекта до стройки, то, конечно, я больше всего люблю планировки, ну, прям, это мое. Меня удивило функциональное зонирование в том, что там было задание прописать вот все функции, все площади, вот так вот получилась огромная такая таблица, и, ну, это дало понятие, что можно клиентам объяснять, что нельзя вписать невписуемые, и можно, например, совместить там три функции в одном месте, допустим. Ну, в общем, это было таким неким открытием, и еще для меня послужило открытием то, что Стас говорил, берите то, что вам нравится, делайте только то, что вам нравится. Было задание выбрать там три-два стиля, я тогда помню, мне нравились вот такие очень-очень минималистичные интерьеры, мне нравился Прованс, вот и современные скандинавские интерьеры, но я не могла понять, что, как бы все равно, что, пока я не познакомилась с интерьерами Александры Федоровой. Как только я увидела этот проект, все, я уже эту историю не знаю, рассказала, я увидела вот этот проект с деревом, с полом под бетон, он был на пенвине, он занял первое место, вот я тогда что-то на пенвине, я не помню, что-то я смотрела, я увидела, у меня затряслись, короче, руки, сверло дыхание, реально это было так, я увидела этот проект, я в него просто влюбилась, я начала изучать ее интерьеры, я, наверное, ну не знаю, мне кажется, я много что там знаю, и я поняла, что мне нравится, вот это было прям очень круто. Не, я, конечно, за компьютером сидеть не очень люблю, но вот приходилось, да, какое-то время пока училась, пока там первые проекты сделала, чтобы этот опыт получить, вот, но с онлайн-форматом, да, все было замечательно, меня все устраивало, тем более у нас были выезды, мы же выезжали на объекты, на замеры, там еще там несколько раз, когда общались уже вживую, тоже было очень круто, прикольно, мне все нравится, да. Я точно поняла, что я не человек, который варится сам себе и делает что-то вот один, мне это, мне это не нравится, мне нравится именно в команде, когда ты можешь с кем-то посоветоваться, пообщаться, решить какие-то вопросы, вот команда, это, блин, это круто, так как мой любимый дизайнер Александра Федорова, они делают проекты от и до, да, то есть они делают и архитектуру, и дизайн интерьера, конечно бы хотелось что-то сделать такое вот архитектурное именно, но я все-таки частных ориентированных, да, клиентов, вот у нас были спикеры много, на дизайн-конференции, которые делают ресторанные бизнесы, да, вот, ну, по крайней мере, пока это для меня далеко, и мне кажется, что это не мое, но, может быть, это кажется, я не знаю, мало ли, потом что-нибудь щелкнет, и, конечно, что-то бы хотелось с архитектурой, но архитектурного образования нет, ну, посмотрим, я работаю в студии, и отдельно у меня есть свои клиенты, совмещаю, ну, много работаю, я не знаю, как это еще можно, ну, конечно, можно там много, Стас нас всегда учил делегировать, да, там, то есть есть опыт, конечно, делегирования, но все равно приходится пока все равно много работать. У меня можно заказать отдельный проект, и я жду заказчиков бизнес-уровня с хорошим бюджетом, которым нравятся те интерьеры, которые делаю я, у меня есть свой сайт, можно зайти, и я жду тех клиентов, которым нравятся именно интерьеры, в которых работаю я. Сайт какой? Какой сайт? Куда зайти? Я не пиарщик! Мои работы можно посмотреть на сайте tplotnikova.ru Куда зайти. Продолжение следует...